Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! В силе обещать чтение Слова Божия, мы продолжаем с вами исследование книги «Деяний святых апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 22 главу. 22 глава начинается с того, о чем мы с вами говорили в 21-й. Апостол Павел просит у тысяченачальника, чтобы обратиться к народу после того, когда его чуть не убили, не побили. Римский воин его выносит. И вот он, заговорив по-гречески с тысяченачальником, говорит, можно ли мне обратиться к народу. И он, видя, что это не бунтарь, видя его хорошее знание языка греческого, видя его образованность, он заговорил на греческом не просто простом языке, а наверняка таком, как бы сегодня сказали, языке книжном. И тогда он позволил ему это сделать. И как 40-й стих завершил об этом повествование, как сказано, когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, и когда, сделав с глубокого молчания, начал говорить на еврейском языке так. И 22 глава, первый стих. Мужи, братья, отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли, он сказал. Очень важное замечание, кстати. Вот все миссионеры, когда шли в дальние миссионерские путешествия, начиная со Стефана Пермского, например, если говорить о Руси, далее Иннокентий Московский, Гермен Аляскинский, святитель Николай Японский, святитель Иннокентий Иркутский и другие, нельзя не упомянуть Макарий, святитель Макарий Невский, преподобный Макарий, просветитель Алтая. Все они начинали с того, что учили язык местного народа. А некоторые не только учили, а еще и для них впоследствии, если у народа не было письменности, и составляли азбуку, и печатали для них книги. И знакомились, что интересно, их не только с богослужебной литературой. Вот, например, святитель Николай Касаткин, японский, просветитель апостола, равноапостольный Николай, просветитель Японии. Он для японцев переводил и классическую русскую литературу, для того, чтобы они понимали, как христианство и вера во Христа способна сформировать сам дух человеческого внутреннего состояния. Он переводил для них и Пушкина, и Достоевского, и Салтыкова, и Щедрина. Сегодня в Японии люди, когда приезжают туристы, если спрашивают, где музей святителя Николая, больше половины знают, что такое храм, святитель Николай сразу показывает. Там, 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 и с большим уважением относятся. Потому что свидетель Николай, если уже говорить о нем, то, как сами свидетельствуют японцы, он японский язык знал лучше, чем японцы. Его приглашали иногда какие-то филологические вопросы разбирать. Он говорит, что это так, так, они просто поражались. Действительно, настолько человек. А почему так все произошло? Вот он пишет в своих дневниках. Прежде чем, говорит, проповедовать этому народу, его надо полюбить. Вот без любви действительно сделать ничего невозможно. Нельзя заставить быть миссионером. Я даже скажу больше. Нельзя научить быть миссионером. Миссионерство — это призвание. Если это призвание есть, то тогда научить можно. То есть можно подсказать, как, с чего начать, как грамотно составить проповедь. Есть целые предметы и риторика, и гомилетика, и герминевтика, и миссиология, даже проповедь в инославной, в иновершеской среде. Пожалуйста, но это должно быть все-таки призвание. Итак, апостол Павел, мы видим, что он, зная, к кому он обращается, он не обращается к ним на греческом языке. На греческом он обратился к этому человеку, к тысяченачальнику, потому что он понимал, что он его понимает, и что для него это язык близок. А здесь он обращается к иудеям. И когда он заговорил на еврейском, они все сразу замолчали. Итак, что же он говорит, и как он обращается к своей проповеди? Я, говорит, иудеянин. Он подчеркивает, что кто он. Далее говорит, родившийся в Тарсе, киликийском. Видимо, опять он говорит о городе Тарсе. Я вам сказал в прошлом беседе, что это был город такого, наук-городок, скажем, вот так вот лучше даже, да. Это наукоград такой, вот именно гуманитарно таких наук, риторики и прочего. Воспитанный в семье в городе при ногах, помните, говорили? Не говорит просто у Гомолила, а при ногах. То есть он этим самым показывает особое благоговение к этому ученику, показывает особую такую близость. Тщательно наставленный в отеческом законе. Видите, говорит, не просто знаю закон, а тщательно наставленный в отеческом законе. То есть имею высшее образование, да, богословское в этом вопросе. Вот, например, когда у меня говорят, есть какая-то полемика там с протестантами, и некоторые люди начинают говорить, а почему вы там заступаетесь, вот те же свидетели, ГОВЫ, я не заступаюсь за них, за эту организацию, я заступаюсь за людей, которые находятся в этой организации. А почему? Потому что здесь исповедуется один принцип, любить грешек и ненавидеть грех. То многие люди, которые попадают в разные секты, это наши православные, я об этом везде часто говорю. Это наши, 90% знают это не понаслышке, ввиду прием людей от православия. Поэтому я не за организацию, не за еретические догматы, а против. А потом, когда мне говорят, откуда вы это знаете, ну, хочу напомнить, если, может, кто-то и не знал об этом, у меня два образования высших, одно протестантское, а другое православное. Поэтому я знаю протестантизм не понаслышке и не по книжкам просто, а изнутри. Так и апостол Павел здесь говорит, я учился, в общем-то, в школе Гамалиила, да, и наставлен в отеческих преданиях. Так и, там, рассматривая какой-то протестантский вопрос, мог бы и я сказать, я учился учителей, в общем-то, Оксфорда. Да, и неплохие были преподаватели. Но православное и православие, и отеческое богословие мне намного ближе и намного глубже, и по своей красоте намного стройнее, нежели любое западное. Но, тем не менее, в проповеди я где-то это могу и упомянуть, что я в диспутах, когда встречаюсь с аннославными, и делаю. Опять же, учась у апостола Павла. Так он и говорит, тщательно наставлено в отеческом законе. Видите, ревнитель говорит по Боге, как и все вы ныне. И теперь он обобщает. Вы тоже ревнители, у вас тоже есть это образование, и у меня оно тоже есть. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывал и предавал их в темницу мужчин и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник, и все старейшины, от которых и письма взял братья, живущие в Дамаске, и я шел, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание». Видите, он начинает теперь рассказывать, делает такое вступление для того, чтобы рассказать то, как Христос повстречался ему на дороге в Дамаск. И он говорит, я сам все это исполнял, я был точно такой же, как вы. Другими словами, он говорит, у кого более объективный взгляд? У меня или у вас? Вот когда, например, я разговариваю с неверующим человеком, который ссылается на какие-то доводы, якобы, что наука доказала, что Бога нет, и вот есть теория эволюции, все говорят, не теория, а гипотеза. Потому что теория — это когда уже какой-то эксперимент приведен такой, а это так, ну, лучше не рисковать по поводу теории, скорее, больше гипотезы, потому что, значит, гипотеза, эксперимент, теория. Поэтому можно здесь сказать, а кто более объективен? Ну, я тоже был когда-то атеистом, я же не с луны свалился, а теперь я верующий человек. Поэтому кто более объективен? У меня есть взгляд, я жил такую жизнь, как ты, а теперь я живу вот этой жизнью. А ты не жил такой жизнью, которой живу сейчас я. Как ты можешь судить и о том, и о другом? Кто более объективен? Конечно, тот, кто знает и ту сторону, и эту. И вот об этом апостол Павел как раз и говорит здесь. Он говорит, я шел в Иерусалим и был таким же гонителем, как, в общем-то, и вы, и таким же ревнителем, как и вы. И далее продолжает. Когда же я был в пути, 6 стих, приближался к Дамаску, около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоряющий мне, Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Я отвечал, кто ты, Господи? Он сказал мне, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Помните, мы 9 главу, это он пересказывает то, что сказано в 9 главе этой же книги, идея не апостолов. Помните, мы с вами говорили, что здесь апостол Павел, пересказывая эту историю, видите, как он дословно пересказывает. Почему? Он пересказывает даже вот этот диалог между ним и Христом. Почему? Ответ очевиден. Потому что он хочет сказать, что теперь Бог народу израильскому явился с другим именем. Не Адонай, не Шадай, не Яхва, не Элохим, а с другим именем. Каким? Иисус. Он не спрашивает, кто ты, Господи? То есть он хочет знать имя. И для семита очень важно знать имя, потому что имя имеет значение. Напомню, Элохим, значит, Бог творец милующий. Если Бог является пророком с этим именем, значит, люди забыли о том, что Бог их творец, и что он их милует, и больше стали надеяться на милость человеческую. Если он являлся Бог с именем, например, Адонай, по-гречески Кириос, то, значит, люди за это имя означают господин. Значит, люди стали больше надеяться на князя, на сына человеческого, в котором нет спасения, а не на Бога. Если Саваоф, это имя означает Бог славы, значит, люди забыли прославить Бога. Но здесь он является с именем Иисус. Он спрашивает, кто ты? Это вопрос, кто ты? Ну, например, является кто-нибудь нам, заходит сейчас, скажем, мы сидим вот с оператором, а заходит кто-нибудь в студию, для нас неожиданно. Кто вы? Мы спрашиваем, а кто вы? Он скажет, я Иван Иванович Иванов. А, очень приятно, извините, у нас сейчас тут запись, пока подождите. То есть, кто ты? Имя. Как тебя зовут? Что он слышит? Снова повторю. Ишуа. Что означает это имя? Спаситель. Тот спаситель, которым переполнены пророчества Ветхого Завета. Я спаситель Ишуа, которого ты гонишь. Трудно и тебе идти против нарожна, как это было сказано в 9 главе. Бывшие со мной свет видели и пришли в страх. То есть, он говорит, были и свидетели. Были и свидетели. Это не была галлюцинация. Бывшие со мной свидетели, видели и пришли в страх, видели свет. То есть, он дает понять, что если нужно будет, они засвидетельствуют, я их найду. Далее. Но голоса говорившего мне не слышали. Но видеть видели. И могут подтвердить, что было необычное видение. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск. И там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Ананя, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущий в Дамаске, пришел ко мне и подойдя сказал мне, брат Саввел, прозри. И я тот час увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Видим, что здесь отличается его проповедь к ним. Он не говорит о том, что он возложил на него руки. Он не говорит о том, что он крестился. Он просто говорит иудеям, что произошло чудо, что он после встречи со Христом прозрел. Но прозрение, он здесь намекает, что у него был не только физическим, но и прозрением духовным. Почему? Это видно из его слов. Потому что он пересказывает слова этого мужа, Анания, что он сказал, что ты теперь будешь мне свидетелем. О чем же свидетельствовали апостолы? А просто какой-то информации, изложенной в книгах, тогда еще их, в общем-то, и не было. Но, тем не менее, какие-то свитки уже были написаны к тому времени, но не в таком количестве, как сейчас. Мы видим, вот листая книгу о Священном Писании, о чем свидетельствовали. Об этом пишет Иоанн Богослов в первой главе. С первого стиха. О том, первое послание его соборное, святого апостола на Богослову, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели, своими очами, что осматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. Вот что они свидетельствовали. Не просто пересказывали историю о Христе, не просто Новый Завет, для них было 27 книг, Новый Завет, это была жизнь во Христе и со Христом. И они были очевидцами, и они были свидетелями. И об этом здесь, как бы говорит апостол Павел, что есть и свидетели, и очевидцы. И вот для чего я призван. Он же продолжает, сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, потому что ты будешь ему свидетелем. Итак, что ты медлишь? Встань. Теперь он говорит о крещении. Крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа и Иисуса. Видите, он говорит, что было это призвание. Не просто произошло крещение, что он призывал его. И говорит о том, что это было не его желание, не Анани. Хотя он был апостол из 70, но это было желание самого Бога. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Теперь он говорит о явлении ему Иисуса. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобряя убиение его и стерех одежды, побивавших его. Он пересказывает всю эту историю, что опять говорит о своей жестокости, кем он был, и теперь сейчас начнет говорить, кем он стал. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова, до этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, истреби от земли такового, ибо ему не должно жить. Почему? Что произошло? Иудеи с язычниками не сообщаются. Когда он сказал о том, что он должен идти к язычникам, это произвело сразу возмущение и крик. Нечто подобное сегодня можно услышать, вот, к сожалению, какому-то для меня остается большой загадкой о том, когда говоришь о миссии в иноверческой среде, то есть среди там буддистов, среди там тех же синтоистов там в Японии, или в миссии в инославной среде, среди баптистов, там адвентистов, свидетелей, то некоторые говорят, что вы делаете, зачем вы туда идете, они, это люди, это секты, это сектанты, с ними нельзя общаться, их можно только, с ними разговаривать только в руках с уголовным кодексом. Ну, вот я с этим не согласен. Здесь вот происходит нечто подобное, то, что когда они услышат, что он хочет идти к язычникам, все, они подняли снова крик. Итак, говорят, что и такому и жить не надо, не должен жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, это было обычно, чтобы показать свое возмущение, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Почему тысяченачальник хочет узнать, по какой причине? Он же слышит, о чем говорит апостол Павел. А он не понимает этого языка. Он грек. Он понимает греческий язык. Мы видим, что апостол Павел к нему обращается по-гречески. Поэтому он хочет теперь дознаться, что такое произошло. Он говорил, вроде все утихли, слушали, а потом начался такой бунт, и он тут принимает сразу, как говорят, кардинальные меры. То есть, схватить, бичевать. Но, когда растянули его ремнями, то есть, вот одного привязывались к одной руке, к другой руке, и воины растягивали. Павел сказал, а потом били. Что кожу натягивалось, что побольнее было. Да, интересно, что есть при раскопках, вот я смотрел археологические такие находки на месте казней, вот когда был в Риме, где сидел апостол Павел в тюрьме, был на этом месте, так она называется в Риме, куда поедем, скажите в тюрьму, вас привезут, слава богу, не в ту тюрьму, которая там есть, а они понимают, что это тюрьма, где был апостол Павел и сила. И там я видел какие-то плетки прям под стеклом, то есть это такая плетка, она была, там кожа, она, конечно, сгнила, но там была с элементами такой вот жилы, жилы животных, и они сохраняются очень долго, оказывается, да, ну и там и ремни, где-то что-то осталось, но такие вот фрагменты, и когда плели вот эти бечи, то у них вплетали кости животных, то есть вот эти острые кости животных, и вот таким вот бечом, то есть чтобы развивать тело человека, били и Христа, бечевали и апостола Павла. Но когда растянув его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, разве вам позволительно бечевать римского гражданина да и без суда? Да, услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальник, говоря, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. Апостол Павел, как мы видим, он здесь понимает, что не пришло еще время, что он должен еще засвидетельствовать другим, не пришло еще время ему его смерти. Поэтому он прибегает к законному праву и напоминает, что он, в общем-то, римский гражданин. На самом деле, римский гражданин, у Цицерона есть какая-то цитата, он говорит, что римского гражданина нельзя не трогать, без законной суда и следствия, тем более, если кто его побьет, там чуть ли казнью могли казнить. Это человек, кто без суда и следствия, если побьет гражданин римского, тот умрет. Даже за бичевание было, даже за бичевание могли привести человека к смертной казни. И поэтому апостол Павел говорит об этом, что он римский гражданин. Гражданство у него было с самого начала, он родился римским гражданином, принял это гражданство от своего отца. Я рассказывал об этом, что его отец был хороший мастер по строительству палаток. То есть, это было тогда, это не просто палатки, которые сейчас, вот там видим, брезентовы. Они тогда делались из кожи, там были действительно такие, в общем-то, серьезные сооружения, это не просто там, разные были, на несколько человек, но в основном, например, идет войско римское в поход. Ну и где жить, где ночевать, где там начальству пребывать. Это были целые, как бы, кибитки, скажем-таки, огромные, которые строились. Тоже, вот есть раскопки, большие там штабы, скажем-таки, римских вот этих начальников, военачальников. И тогда, дело это, он заслужил себе, был отменный мастер, вот это гражданство ему подарили. И апостол Павел его имел на след от своего отца. И здесь он говорит, я римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел сказал, а я и родился в нем. Тогда тот час отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Я уже говорил, что могло быть с этим человеком. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, и освободили его от аков и повели собраться, повелели собраться с первосвященником и всему Синедриону, и вывели Павла, поставили его перед ними. То есть, видим, что тысяченачальник быстро с себя снимает вину, то есть, он быстро его освобождает, и быстро, как бы, пока еще, да, пока еще не разошелся слух о том, что была казнь, он быстро ведет его на другой суд в Синедрион. Пусть они разбираются, это иудей, их дела, тем более римский гражданин, меня это не касается. Что в этой главе? Сильно, конечно, звучит проповедь апостола Павла. Мы видим, что он свидетельствует о себе. Нигде апостол Павел не стесняется говорить о своем прошлом. Это, на самом деле, в некой мере, личный пример своего обращения, он, в какой-то мере, очень действенно влияет на то, чтобы человек другой, кому эта проповедь обращена, мог бы уверовать во Христа. Потому что, ну, личный пример какой-то жизни был таким, а вот Господь по милости своей сделал таким. Вообще, в большей степени, конечно, не важно, кем мы были, не важно, кем мы стали, важно, где мы будем. дай Бог, чтобы все мы были там, с Богом, в Царстве Его, но для этого, как мы видим, необходимо проявлять ту любовь, которую проявляли апостолы, и в частности, мы сейчас читаем с вами о миссионерском служении апостола Павла, где действительно он предупрежден, что он в Иерусалиме претерпит скорби, он знает этот народ, он знает, насколько они жестоковыны, как говорили о них, народ жестоковыны, с необрезанным сердцем, как говорил ветхозаветный пророк, но он идет. Почему? Что движет им любовь к этому народу? Они его не хотят слышать, но он все равно идет. И они его уже и бьют, но он все равно продолжает свое миссионерское служение. Почему? Потому что знает, что жизнь для меня, как он об этом и скажет, жизнь для меня Христос, а смерть приобретение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова